Звезда утренней почты и утренней звезды стал героем программы «Сегодня вечером», где принимал поздравления с грядущим юбилеем. Студия была полна звезд российской эстрады, которые пришли сказать спасибо дяде Юре за то, что именно он дал старт их популярности. Именно благодаря эфирам в программах Николаева зрители узнали имена Юрия Лозы, Надежды Бабкиной, Григория Лепса, Валерии и многих других. Яркая и творческая карьера развивалась у Юрия Николаева на протяжении всей его жизни. И все это время дома его ждала единственная любимая женщина, супруга Элеонора, которую он ласково называет Ля-ля. Влюбленные вспомнили, что начинали свою семейную жизнь бедно, но весело. Когда мы решили подать заявление в ЗАГС, то очень спешили, у меня вечером был спектакль. В 18.30 я должен быть в театре. И вот мы не успеваем, начинаем ловить такси, а останавливается уже когда мы расписывались в том же ЗАГСе, был Мендельсон, цветы, шампанское. Я начинаю расплачиваться, а мне не хватает денег. И Лялины свидетели скинулись. Так что денег у нас тогда не было даже на шампанское. По словам супруги ведущего, муж еще до свадьбы предупреждал ее, что скучно им не будет. Надо сказать, что Элеонора была вынуждена проявлять терпение к бешеной популярности мужа и огромному количеству его поклонниц. В советские времена в районе Останкино был пост, где Николаева сторожили фанатки, а охрана предупреждала его о том, где было безопасно выходить. Но однажды особо настойчивая девушка пришла прямо к нему домой. Обычно письма от поклонниц приходили в Останкино. А тут одно пришло домой. Через месяца три после этого я выхожу из овощного магазина с капустой, огурцами. Возле подъезда стоит девушка и говорит «Здравствуй, Юрочка. Я ничего не соображаю, а потом понимаю, что моя белочка подъехала». Я начал читать ей лекции о морали, семье. И только через полчаса, когда она поняла, что не попадет в квартиру, обиделась и ушла. Так и закончился наш роман, смеется ведущий. Сейчас Юрий Николаев продолжает работать на телевидении и ведет активный образ жизни. Он регулярно играет в большой теннис, катается на горных лыжах и обожает бильярд. Телеведущий признается, что благодарен судьбе за то, что у него была возможность встретить огромное количество интересных и творческих людей, которые стали его друзьями.